Зачастую доктора и санатория это лишь следующий шаг в лечении. Сначала проблему должен осознать сам человек. Об этом говорят врачи и статистика. По данным Роспотребнадзора, около 3 миллионов жителей России страдают алкогольной зависимостью. Это примерно три таких города, как Екатеринбург. Как самому встать на трезвый путь или помочь близким сделать первый шаг? Об этом моя коллега Ольга Гапеева поговорила с врачом-психотерапевтом, психиатром и наркологом Евгением Бенихисом. Смотрим. Евгений, здравствуйте. Здравствуйте. Вот алкоголизм – это болезнь, только больные не хотят признавать, что это на самом деле так. Вот почему? Ну, вообще, есть разные зависимости, да, там алкогольно-наркотическая, пищевая зависимость, вот. Но такие зависимости, как алкогольно-наркотическая, они просто социально непоощряемые. Вот, поэтому их без конца и края воспитывают, то есть их без конца и края как бы как-то, ну, стараются. Ну, я не знаю, призвать к какой-то ответственности, то есть, ну, и поэтому люди очень сильно комплексуют, поэтому на сегодняшний день, в общем-то, не найти человека, который бы откровенно мог сказать, то что, да, у меня алкоголизм, там, второй бы стадия, я готов идти лечиться. Чем сильнее зависимость, тем выше склонность к отрицанию, поэтому, как правило, люди как говорят, что я пью, потому что я не могу уснуть, потому что у меня стресс, потому что у меня тяжелый период в жизни. Но на самом деле, да, алкоголизм – это болезнь, вот, болезнь, которая прогрессирует. Вот, основная часть пациентов, которые к нам обращаются, это люди со второй стадии, это запойная форма течения. Они сами обращаются? Да, ну, как правило, приходят сами, но записывают, конечно, на прием их родственники, записывают родственники, приводят их родственники, узнают, как проходит лечение родственники, то есть, в этом есть такая вот специфика. Вот, и чаще всего обращаясь на второй стадии алкогольной зависимости, это запойная форма течения, запой – это непрерывный прием алкоголя в течение двух-трех дней и выше. Вот, опять же, вы знаете, вот традиционно задаешь на этапе сбора анамнеза вопрос, бывают или нет запои, и всегда традиционно идет ответ, как таковых запоев нет, потому что никому это слово не нравится, никто себя ассоциирует с ним. Он просто выпивает по выходным, да? Не хочет, да, и тогда вот всегда говорим, что вот давайте я вам дам определение, то есть, что такое запой будет, может, тогда будет проще, вот, потому что многие думают, что запой – это когда человек сидит дома на диване в двух состояниях, либо пьет, либо спит. На самом деле, пребывая в запой, люди очень часто ходят на работу, при этом не шатаясь по коридору, выполняют ряд своих обязанностей, но время от времени поддерживают он у с алкоголем. И редко запою протекает в вечернее время, то есть днем работа, сдерживающие какие-то обязательства, вечером нагрузка, да, днем работа, вечером нагрузка. Часто приходится на выходные дни. В пятницу покрепче, в субботу полегче, в воскресенье, если прихватили, соответственно, трехдневно, если нет, то двухдневно. То есть у людей нет ни у кого самоцели получить себе зависимость в виде тяжелого, серьезного системного заболевания. Но все-таки это уже… Да, безусловно. А вот как коллегам тогда понять или родственникам, что у человека вот такая вот уже стадия? Может быть, по каким-то неявным признакам особый взгляд, рассеянность? Знаете, признаки… К нам обращаются пациенты либо с тяжелыми формами и стадиями, либо с очень тяжелыми. Это запойные формы и стадии, поэтому не заметить эти формы, то есть их невозможно. То есть здесь не может быть никаких косвенных признаков, потому что сам по себе запой – это непрерывный прием алкоголя в течение двух-трех дней и выше. А как вот к этому приходят? Да, значит, запой по своей сути – это тяжелая химическая травма, то есть как организма, так и психики, поэтому двух-трехдневный запой он выведет человека из строя минимум на неделю, потому что два-три дня запой, то есть трое-четверо суток идет в восстановительный период. Как приходят? Это то, что вот я сейчас говорил, это вторая стадия, да, то есть запойная форма течения, но ей предшествует первая. Первая стадия – это эпизодический прием алкоголя в умеренных количествах, без явления абстинентного синдрома, то есть человек в меру выпил, похмелья нет. Крайние проявления первой стадии – это разовый, однодневный, так сказать, даже форсированный прием алкоголя, но который никогда ни из какого положения не выливается в какое-то продолжение на следующий день, ли утро, ли вечер, ли. То есть очень много человек выпил, например? Да, очень много выпил, но с утра ему настолько плохо, что при одной только мысли об алкоголе, на дух вообще ничего не нужно, он забывает, как страшный сон. То есть само по себе плохое самочувствие на следующий день является очень мощным для него мотивационным таким фактором, чтобы не продолжать, не заходить ни на следующий день, ни на утро, ни вечер. Да, вот на этом заканчивается первая стадия алкоголизма. Как только начинается прихват на второй день, это вторая стадия, похмелиться, да, это вторая стадия, это запойные формы. Дальше болезнь, конечно, она на месте не стоит, и с течением времени количество дней запоя начинает увеличивать, светлые промежутки сокращаться. И вот наша задача врачей-наркологов сделать этот светлый промежуток максимально долгим, то есть максимально долгим и комфортным для человека. А вы контролируете пациента 24 часа в сутки или как, по телефону, или, может быть, родственникам даете наставление? Мы ведем амбулаторный прием. То есть вообще условно можно поделить на две составляющие решения проблемы пациента с алкогольной зависимостью. Первое – это выведение из запоя. Но выведение из запоя позволяет человеку не пить до следующего запоя. То есть через сколько он будет? Через неделю, через длину, где-то рядом. А следующим этапом мы проводим уже блокирование. Спасибо вам большое за эту встречу. Надеюсь, что действительно люди будут обращаться.